Итак, всем привет, с вами Добгай, и мы продолжаем играть за Польшу в Ваниле Херсферн 4, но по псевдосекретам пути с Романовыми. В прошлой серии мы начали очень жесткую войну, и в ней, в принципе, частично уже победили. Мы уничтожили Германию, хоть и ценой миллиона поляков, ну и не только поляков. И теперь нам нужно добить какие-то на западе страны. Что это за союз? Центрального Европейского союза. Но самое главное, на самом деле, сейчас у нас будет на востоке война с Советским Союзом, и на юге мы тут будем, я думаю, наступать тоже на Грецию и на Турцию. Поехали. И тут мы перебросили войска на север, призываем в Швецию войну, и наступаем в Норвегию. Единственное, стоит все-таки какую-то авиацию сюда подбросить, я думаю. И, собственно говоря, параллельно, как можете видеть, мы уже Венелюк захватили. Единственное, что мне не нравится, что тут какие-то микро территории Британии где-то, ну, ничего. Запад плюс-минус безопасен, пора идти на Вик-Восток. Каким-то неизвестным для меня образом Швеция стала независимой. У меня не было никаких уведомлений, ничего, она просто стала независимой. И, ну, но все еще воюет на моей стороне. Очень странно. Видимо, там какой-то фокус где-то, кто-то нажал, и что-то произошло. Ну, ничего. Мы готовы в Неге, так что... Готовы же. Ну, вроде да. Так что можно начинать здесь наступление. Поехали. И единственное, что сделать, вот так вот. Теперь у нас не нужно защищаться, можно спокойно нападать. Могли мы пробиться сквозь Грецию, хоть и с большими потерями. Собственно говоря, теперь мы пытаемся в Турции, но в Турции тут слишком много войск, поэтому нам придется чуть-чуть отступить, перегруппироваться и, возможно, контратаковать. Действительно говоря, союзники плохо все очень показали. Как вы можете видеть, опять здесь все захвачено. Мне опять придется сейчас все здесь пробивать. Ну, и еще в Норвегии потихоньку мы двигаемся вверх. Захватываем здесь территорию. Надеюсь, побыстрее это все капиталирует, потому что из Норвегии я хочу войска вывезти. Там со снабжением проблемы. Здесь я все еще не начинаю наступление, потому что хочу сначала по другим фронтам как-то стабилизироваться. Начинаем мы пытаться наступать во Франции со средним успехом. Здесь в Швеции произошел какой-то мем. Нас пропущили с севера, захватили Швецию, вернулись к Норвегии, но мы теперь здесь имеем порты, поэтому как бы все не так плохо. Но здесь как-то медленно-медленно, но какие-то провинции мы начинаем брать. Не знаю, как здесь что-то получится. Самое главное, что Греция капиталировала, и это тоже удалило часть дивизий. Стало чуть-чуть попроще. Здесь, конечно, огромное количество дивизий, поэтому мы здесь восстанавливаем наступление. Такое ощущение, будто нужно прорваться на восток, но... Но даже не знаю, там, типа, космические территории надо захватить. Подумаю, еще посмотрим. В конце, в итоге мы вернулись к нашим защитным позициям и даем врагам об нас, собственно говоря, биться и терять очень много снаряжения, очень много людей. Не знаю, сколько это будет еще длиться. Разведки у нас на ССС вообще нету. Хотя мы вот сейчас их расшифровали, не знаю, может что-то появится. Нет, не появилось. Ну, а, там, собственно говоря, не болтай нажали, поэтому нету. Но тут просто все ресурсы заканчивались, здесь нету, там, посмотреть на Норвегию, там тоже ноль. Какая-то Германия, там, там, кстати говоря, почему-то есть, забавно. Но в любом случае, возможно, надо наступать просто на восток, надо думать опять. Начали руками все контролить, стало все намного лучше. Собственно говоря, внезапно мы начали пробиваться. И вот-вот Норвегия капитулирует. Собственно говоря, параллельно мы тут еще постараемся капитулировать от этих ребят. У них вроде дивизии нет, так что мы должны захватить их без особых проблем. Кстати говоря, они оставили кусочек, два кусочка, незахваченными. Забавно. Ну, это классика для того, как сейчас перемирия работают. Кстати говоря, мы вот выгоняем их уже в шведскую территорию, которая в один момент была, кстати говоря, нашей. Если бы непонятные баги не случились, она бы, скорее всего, и оставалась бы нашей. Ну, что поделать. Пытаемся мы тут американцев окружить. Ну, американцев, норвежцев. Просто видите, это американские еще войска. И довольно успешно. На юге вот здесь все так же все стоит, но восток пока что мы не идем. На западе там какое-то стояние происходит союзников и центральных держав. А наши войска здесь просто в таких случаях стоят. Плюс я укрепил наши порты везде, чтобы в нас случайно не высадились. Но сейчас самое главное победить в Скандинавии. А вот и капитуляция Норвегии. И я думаю, с ней, собственно говоря, станет попроще. И я думаю, мы отсюда сейчас американцев таким образом выбьем. Ну и сейчас здесь покапитулируем вот эти мелкие чудеса. После этого американцев все добыть, выбить будет вообще легко. Укрепим потом порты. И можем уже забыть об этом фронте наконец-таки. Вот у нас Швеция, Бельгийская капитулировала на эту фигню. Самое главное здесь вот это вот чудо, кстати, бы на самом деле не выпустить бы обратно. Но не уверен, что у нас получится. Давайте. У нас опять здесь подлазки ловят. Ну, как-то сюда припасы доставляются. Наверное, магией. Мы могли бы чуть-чуть улучшить фронт, но на севере опять здесь пошло, так сказать, говно по трубам. Ну, не знаю, если бы отсюда задавим, наверное, тогда давить будет проще. Опять все-все-все хочется мне попробовать на востоке напасть, атаковать. Ого, что я заметил. Давайте попробуем. Кружите это. В прямом эфире? Там тысяча касок. А что? А что Советский Союз делает? Я вот этого не очень понял. Как, 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 как это получилось? И он их не отводит, то есть, ну... Так сказать, ГГ сносите. Отсюда вы сразу нападаете. Нужно уже... Как это получилось? Слушайте, после такого подарка грех не попробовать на востоке продавить. Они все просто там сгорают. Ну, да. Потому что закончится Советский Союз. Закончатся вот эти везде битвы, потому что везде это советские войска, а там советские войска. Единственное, надо тогда, получается, отступить отсюда. Найти какую-то более-менее уверенную линию обороны. Замечу, что линию обороны здесь я буду в первую очередь искать по снабжению, потому что здесь везде не хватает снабжения. Но, в любом случае, нам надо точно отступать из плохих территорий и двигаться, держаться здесь. Пускай они сюда привозят снаряжение, мы будем его топить. Ну и, собственно говоря, в это время нападать на Советский Союз вроде как все очень-очень успешно выглядит. Нашел я тут еще один подарок. Конечно, он поменьше прошлого. Но все еще неплохой. Тоже у Ишки, видимо, что-то сломалось. Он просто кучу дивизий в провки начал закидывать. Ну вот, не знаю, что-что-то точно там сломалось. Потому что он очень плотно их где-то раскидывал. Скорее всего, это какой-нибудь там приказ вот этот вот новый на плотность сломанный. Я думаю, что именно из-за него такая проблема у Советского Союза произошла. Ну и, кстати говоря, правильное решение. Теперь они здесь, как вы можете видеть, горят без снабжения. Параллельно еще теряют здесь какие-то конвои и там снаряжение. У нас, кстати говоря, уже 25 ядерных бомб. Я начал произойти, все-таки уже 47-й год, уже пора. И единственное, у меня еще нет стратегических бомбардировщиков, потому что, ну, я их еще только исследую. А я как бы не думал, что я реально буду эти бомбы применять. Но пока что мы просто перенаступаем. Единственное, я думаю, что пора вот этой всей армии сделать вот так, чтобы они прям душили-давили. И, кстати говоря, благодаря новой механике, слава этой механике, у Советского Союза реально может кончиться поддержка войны. И вместе с этим не надо идти в Владивосток, чтобы он пал. Кстати говоря, можно построить один стратегический бомбардировщик и скинуть ядерную бомбу на Москву. Думаю, так я и сделаю, кстати говоря. Вот эта кнопочка. Смотрим, что случится с поддержкой войны. Ну так, средняя. Я ожидал посильнее, но давайте еще одну. Что случится со второй бомбой. 45 сейчас. 4. Ну, так себе, но это зарешает все равно. Это процедает, как видите. Москву мы, в принципе, возьмем, и они, я думаю, плюс-минус уже сдадутся. Не дошло до этого. Советский Союз уже сдался. Прекрасно. Ой, ну и чудо. Вот это вот чудо. Но благо мы с ним тоже воюем, и мы его сейчас тоже захватим. Сколько здесь всяких пятен в виде каких-то войск, союзников. Ну, это теперь, так как нет Советского Союза, очень облегчит нам задачи. Нужно только подумать, куда... куда наши войска сейчас отправить, что у нас как бы будет в следующем. И... Наверное... Наверное... Здесь только надо США и Япония. А, ну... До Японии мы не доберемся. До США мы не доберемся. Ладно, до Японии... До Японии реально добраться, поедем на восток. И я так полагаю, нам нужно ВДВ делать. И, собственно говоря, строить транспортные самолеты. Потому что я не думаю, что мы сможем как-то до туда флотом дотянуться. Так что поехали транспортники, поехала ВДВ. Но вообще, я думаю, на этой ноте можно было бы и подзакончить. Мы разбили Советский Союз. Очень важная была победа. Но... На нас уже потери какие-то. Почти 3 миллиона. Все-таки против нас воюют просто какие-то космические блоки. Можно сказать, против всего мира почти не хватает. Здесь только Великобритания и Италия. Италия, кстати говоря, вообще ни с кем не выходит. Она французская, но при этом нейтральная и с поддержкой коммунизма. Короче, какая-то дичь. Здесь везде происходит сейчас дичь. В принципе, я не удивлен. В любом случае, как я уже сказал, серию заканчиваем. С вами был Добгай, ребята. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Лайки, комментарии, все как обычно. До скорых встреч. Пока.